Чтобы обрести свою идеальную жизнь, нужно внутри себя прорасти цветок. Цветок, который притянет к вам все блага. Представь и поверь, что это так. Твое тело – храм для этого цветка. Самая главная миссия твоей жизни – сохранить этот цветок. Тебе придется заботиться о своем здоровье и самочувствии. Цветку не прорасти в месте, которое плохо питает. Цветку плохо в пространстве, в котором нет света. Когда он вырастет, ты получишь все, чего пожелаешь. Но сначала тебе придется поставить свое состояние на первое место. Ты должен будешь уходить от людей, рядом с которыми твоему внутреннему цветку будет неуютно. Ты должен будешь всегда вовремя отдыхать и хорошо высыпаться. Тебе придется относиться к своему телу как к священному храму, в котором не раздается пустых слов и в котором не сквозят слишком бурные эмоции. Тебе придется говорить «нет» всем предложениям, на которые не возникает внутреннего отклика. Первые несколько лет ты будешь работать на цветок, а потом он будет работать на тебя. Если ты научишься ставить свое состояние на первое место, то внутри тебя прорастет неизведанная сила. Ты начнешь по-другому вибрировать в пространстве. Прорасти свой личный цветок. Прорасти свою самоценность. Доброе утро. Я на работу. У нас начинается новый влог. Небо затянуто облачками и это прекрасно. Даже не облачками, а тучками. Я этому рада, потому что от жары мы все устали. Ну, да, мы постоянно чем-то недовольны. Но я даже это уже приняла. Сейчас люди идут, и я буду разговаривать. Пересилив сюда. А мы... Просто хочется комфортной температуры. Сегодня оделась немножко по-другому в юбке вот в этой. Я ее очень редко надеваю, потому что я никогда не могу подобрать к ней вверх. А тут у меня новая футболочка появилась. И она подходит прям идеально. Лучше всех от того, что у меня есть к этой юбке. Поэтому я сегодня вот такая. Куртка тоже, кстати, новая. Но солнышко вполне возможно будет, потому что есть просветы в небе. И этому тоже давайте радоваться. Сейчас последние числа июля. 29-е сегодня. Ой, сейчас. Вчера я сегодня не взяла с собой никакой еды, кроме печенья. Поэтому я сегодня зайду и куплю себе какую-нибудь гадость. Я думаю, что это будет какой-нибудь доширак или ротан. Но это будет единственный раз. Потому что я просто вчера не успела ничего себе приготовить. Вчера был очень опустошающий день. Мы приехали вечером домой. Я уже была не в состоянии что-то сделать для себя. Утром сейчас могла бы, но на мультиварке я хотела себе сварить рис и сделать мясо на пару. Но эта мультиварка, она же так орёт на всю квартиру. Я пыталась найти, как отключить её громкость. Но никак пока не получается. Инструкции сто лет назад я, наверное, выкинула уже. А она орёт. Марина, я сейчас приготовлю тебе курицу на пару. А у меня Игорь тут спит, блин. Я его пожалела и ничего себе не приготовила. Поэтому буду сегодня есть гадость. Но это будет единственный раз. Я больше так делать не буду. Буду себе готовить. В общем, ладно, встретимся на работе. Да, солнышко входит в куртку и становится жарко. Но я просто её надела, потому что дожди обещают. А после дождей вечером вчера прямо очень прохладно было. Я была в сарафане, мне было очень холодно. Как быстро мне пригодились очки. Как быстро я сняла куртку. Половину пути прошла до остановки. И уже можно раздеваться и надевать очки. Выглядывает солнышко. Кстати, да, я теперь начинаю свой день с аффирмаций. Заканчиваю медитациями. На самом деле они направляют энергию в нужное русло. Я очень мало теперь смотрю. Ютуб, дзен. Потому что, ну, во-первых, самое главное, что мне это... Вот я включаю видео и понимаю через несколько минут, ну, через одну, максимум пять, что мне прям скучно. Я просто смотрю, чтобы что-то смотреть. Тогда я его выключаю. И включаю себе аффирмации, медитации. Это что-то более полезное на самом деле. Настраивает на нужный лад. Учит любить себя, в первую очередь, это самое главное. Поэтому, вот таким образом, поэтому вы сегодня прослушали аффирмации медитации. Видео при этом собрано из нескольких дней. Конечно же. Ну, такова жизнь. Так, ну все, ладно. Обзор покупок фикс прайс. Там просто лавка занята. Бумагу взяла туалетную домой. Вот такую. Она дешевая получается. 149 рублей 8 рулонов. Я просто один хочу на работу. Я бы не стала брать мне дома еще на день-то день точно хватит. Но на работе нет. Как бы сложно, да. Вот, а потом один на работу. Капсулы появились на маленькие. Немножко другие. В этот раз взяла, которые я брала нет. Те было выгоднее брать. Там было 21 капсула. Здесь 10 капсул. 106 рублей стоит. Я взяла универсальные. Там были еще для цветного белья. Так. И взяла еще другие капсулы. Вот такие увидела. Эти, они, конечно, прям такие маленькие. Я не знаю, как они будут отстирывать. По цене было выгодно 22 капсулы. 174 рубля. Ну, вот прям стало мне удобно капсулами стирать. Гелем, если честно, не хочу. У меня гели вечно где-то проливаются. Ну, вот удобно. Поэтому взяла, попробую. Кто пробовал, напишите, как вам. Хороший нет. Там у меня доширак еще один лежит. И вот такой. Что-то у меня много каких-то пятен не отстирывающихся. Мылом замачивать, там, мылом оттирать. У меня есть мыло хорошее. Но, блин, мне лень. Это время. Столько времени на это тратить не хочется. Я решила попробовать вот такой. Он стоит 59 рублей. Я раньше брала фаберлик. Мы сейчас пока временно не заказываем фаберлик. Не охота просто. Ну, вот решила так попробовать. Удобно в спрее. Вот, самое удобное это спрей. Побрызгал. Там полежал он минут 15. И можно закидывать ему шумку. Так. Я сегодня в сплошном леопарде. У меня еще сумка вот такая леопардовая. Девушка леопардович. Ладно, я жду вену просто. Она приходит чуть попозже. Потому что у меня электричка. Поэтому минут 10, наверное, я еще буду ее ждать. Что-то немножко тут какой-то хаос на работе. Кондиционер не выключен. Это просто вчера был день торговли. И был корпоратив на берегу. В Искитиме. Это для меня далеко, во-первых. Во-вторых, я просто не хочу. В-третьих, у папы был день рождения. Мне важнее к папе. Чем туда. И вот вчера. Они меня просили, кстати, выйти поработать вчера. Но я не вышла. Потому что папа день рождения. То есть у меня был запланирован выходной. Я уже все запланировала в этот день. И в пятницу, наверное, или в течение дня. Меня попросили. Я говорю, уже не смогу. Уже все запланировала. Но как бы никто не обиделся. Ничего. И, видимо, вчера просто торопились быстрее убежать на корпоратив. Что чуть-чуть хаос. Но ничего. Все будет хорошо. Все сделаем. Все. Видите, тут у нас какой разгром. Лена затеяла перестановку. Ну, как затеяла? Это нужно просто. Сейчас скоро сезоны будут меняться. Нужно немножечко переставлять. Но так как она вчера была на корпоративе, то у нее особо нет сил. Она это очень медленно делает. Сейчас пошла обедать. А я сижу. У нас вообще сегодня народу нет. Народу нет. Представляете, сейчас время 4 часа без семьи. Выручка 11 тысяч всего. Вот. С тех пор, как я работаю, это, по-моему, первый раз такое. Обычно я пришла где-то в конце июня 23-го. И народ шел, шел, шел. Ну, вот такого никогда не было. Когда народ этот день быстро проходит, что-то я себя как-то чувствовала не очень. У меня нет сил. А, ну это потому что вчера день такой был. А завтра, послезавтра я отдыхаю. И хотела к Тане съездить в магазин. Ну, посмотрим, в общем, чего сейчас будет. Ой, даже солнце в очках мне светит. Не могу поднять глаза на телефон. Нюша даже, у нас, короче, прогулка с Нюшей. И каждый раз она теперь превращается в бесконечное, пойдем уже, бесконечное поедание травы. Просто она может стоять полчаса есть траву. Ну, вот прям без преувеличения. Если я ее подгонять не буду, она будет полчаса есть траву. Я, конечно, понимаю, что ей, наверное, надо, раз она ест. Но у меня терпения не хватает. В общем, сейчас утро. У меня впереди два выходных. Сегодня первый. Я, мне кажется, приболела так слегка, потому что мне было тяжело работать последние там несколько дней. Ну, и плюс было у нас такое эмоциональное потрясение, которое... А эмоциональные, они тоже силы забирают. И, короче, я сегодня проснулась. У меня в планах было поехать к Тане в магазин, поснимать там видео, образы какие-нибудь. Ну, чувствую, что мне надо посидеть дома. Что если я поеду, но мне очень далеко ехать, если я поеду, то... Ну, все, я еще больше разболеюсь. Мне даже вчера на работе казалось, что у меня поднимается температура. А дома я не померила, забыла. Так что сегодня надо по возможности лежать и делать домашние дела. В принципе, это можно совместить. Лежать и делать домашние дела. Ну, что-то сделал, полежал. Что-то сделал, полежал. Не сильно утруждать себя. Йогу я сейчас сегодня на вечер стараюсь перенести утром. Сейчас чувствую, я не смогу. Сейчас мне телефон тяжело держать. Но нужно сделать так, чтобы я к вечеру была в состоянии. Короче, задача такая у меня сегодня максимально восстановиться. Восстановить себя. Да, ну и домашние дела. И плюс то, что я не успела сделать в прошлые выходные. Там карточки, товары создать не нужно. Короче, есть чем заняться. Я сейчас пила кофе и капнула. Думаю, как раз есть повод проверить новый вот этот вот пятновыводитель. Сейчас. Девочки, если вам кажется, что у меня какой-то последний там в этом влоге грустный голос или что-то там, замедленная речь, так и есть. Просто у нас было эмоциональное потрясение, сильное. умер один человек. И как бы... Поэтому нет сил. Эмоциональное потрясение очень сильно забирает физические силы. Я не знаю, у кого капну. У меня точно так. Поэтому я сейчас без сил. Из-за этого я... О, смотрите, на глазах, мне кажется. В общем, посмотрим, как отстираются эти пятна. Также я себе снова взяла уже вчера вот эту. Вчера или позавчера. Два дня уже, да. Две ночи на ней сплю. Вот эту подушку ортопедическую. Она от ботели с гречневой лузги. Она моя самая любимая. Мне очень удобно лежит в ней шея. Я вот сверху на нее надеваю вот толстенькую наволочку, чтобы она была чуть помягче, потому что она прям жесткая. Я на какое-то время ее убирала. У меня вообще так происходит, что я... У меня, извините, у меня, правда, сознание немножко спутанное сейчас. Я иногда в последние вот эти два дня я еще больше забываю, чем могла бы забывать раньше. И речь пропадает. Я сплю в основном на этой ортопедической подушке, но где-то через два месяца, через каждые два месяца мне на ней становится спать неудобно. Я беру другую подушку. Я брала вот себе обычную вот такая. Это не ортопедическая. Я на ней поспала недели две. И все. Мне на ней снова стало неудобно. И я снова с удовольствием теперь взяла себе ту. Почему мне неудобно спать на вот этой подушке? Потому что она не поддерживает шею в нужном положении. То есть я на нее кладу голову и понимаю, что вот у меня шея легла так, что у меня, допустим, второй подбородок появился. Ну, поспала немножко, моя шея отдохнула, и все, и хватит. А когда я сплю именно на этой подушке, которая из гречневой лузги, у меня, я чувствую, как моя шея в правильном, и моя голова находится в правильном положении. То есть она мне вот здесь. Давайте я лягу. Немножко, конечно, странный ракурс. Но смотрите, вот она доходит мне как раз под плечи. То есть мои плечи лежат на матрасе. Далее идет вот эта вот подушка. Вот здесь как раз, где моя шея, там углубление, где голова, там еще больше углубления. И то есть я чувствую, как абсолютно правильно. Второго подбородка нет. Правда же? Я вот сейчас не вижу, но мне кажется, что его нет при таком расположении. Вот. То есть для меня это идеально. Но это не для всех идеально, потому что, возможно, из-за того, какая у вас шея. Да, я не знаю положение вашей шеи изначально. Потому что мой муж, например, не смог спать на этой подушке. Ему очень неудобно было. А мне идеально. Единственное, что через два месяца мне требуется отдых от нее небольшой. Помыла ванну туалет и даже коврики постирала, потому что что-то там они такие уже грязненькие были. Повесила сюда сушить, стекать. Сейчас они стекут, я их, наверное, разложу на пол. Тут на солнце быстренько высохнут. Еще есть в планах постирать вот этот коврик, на котором стоит сейчас Нюша. Это он в ванне лежит, когда отопление на полу включено. Теплый пол. Вот. А на лето я его убрала, потому что он вообще не просыхает. Ну вот есть в планах постирать этим летом. Ну, я не знаю. Лето, блин, остался один август, а я его еще не постирала. Надеюсь, осилю. Может, сегодня. А теперь есть новый чехол для кистей. Я заказывала его из Китая. Думала, я заказываю набор с кистями. Кисти вот в такой тубе. Оказалось? Нет. Потому что все на китайском очень сложно. Даже переводчик переводит там, ну, по-дурацки. Вот я сложила. Конечно, вот так удобно, но неудобно потом накрывать его и одевать. Вот это вот неудобно. То есть, наверное, вот это нужно только в поездках, а так, скорее всего, дома будет стоять просто так. Чехольчик хороший, конечно, но вот закрывать неудобно. И единственное, что вот эту тоже кисть мне некуда совершенно одевать. Я ей обычно наношу пудру. Но, возможно, я ее отложу на какое-то время. Мне нравится именно толщина, высота ворса, толщина кисти, плотность. То есть, для пудры мне вот эта кисть идеальная. Это от Фаберлик. Такая маленькая кисточка. Но мне нужно будет тогда под пудру приспособить что-то из этого. Вот эту тоже, я не знаю, сюда положила. Может, вытащу. Вот эти мои кисти. У меня тут для тональной основы. Вот этой вообще я наношу хайлайтер. Но, скорее всего, вот эту я сделаю под пудру, потому что она наиболее похожа на нее. А была она у меня для румян у нее. А, для хайлайтера, да. Вот эта у меня идет для румян. Вот эта вообще для тональной основы, но я и наношу контур. Вот эта сейчас ни для чего не используется. Значит, вот эта будет для хайлайтера. В общем, все решено. Сейчас вот эту начну для пудры. Даже ее мыть не буду, но она, подумаешь, такая. Ну, в смысле, надо, конечно, вымыть, но не обязательно прямо сейчас. Хайлайтер, пудра. Я люблю сияющее лицо. Так, вот эти, значит, две пока уходят. Вот жарко ребенку моему. Сзади вы можете видеть. Мой ужасный беспорядок. Меня это не волнует. А, в общем, смотрите. Я тут подготовила вам показать, что я сейчас вообще-то пользуюсь вот этой линейкой. И сегодня я достала вечерний крем. На самом деле, я думала, у меня есть вечерний и ночной. И планировалось, что я достану дневной и ночной и буду им пользоваться. Но когда я начала рыться в своих запасах, оказалось, у меня только ночной. Ладно, хорошо. Либо потом дозакажу дневной, либо просто буду и утром, и вечером пользоваться ночным. Ничего страшного. А может быть, утром буду пользоваться, как я, и вот последние дня четыре. Вот этим. Он, конечно, жирненький для меня, но он создает вот этот защитный липидный слой кожи, чем он мне нравится. И пока у меня не было сил достать дневной и ночной, то есть крем, я пользовалась на ночь вот этой мазью пантенол. Вы знаете, с чем? С камфорным маслом. То есть, ну, вы знаете этот рецепт. Я вам сто раз его рассказывала. Также я решила достать себе в использование, поставить вот этот гель для умывания. Это еще год назад покупал себе Артем. Этот гель, то ли с кислотами. В общем, он обладает отбеливающим эффектом. У него была идея фикс отбеливать кожу. Он купил себе отбеливающий крем и отбеливающий гель. У него пошла аллергия, как я ему говорила. И все это стоит. Но кремами я точно пользоваться не буду. У меня всегда на них идет аллергия на отбеливание. А вот этим попробую. Если у меня не будет, тут есть вероятность, что все будет хорошо. На гель у меня обычно не бывает аллергии. То я буду им пользоваться вечером. Я сейчас пью очень мало добавок. Я пью генкобелуба буквально на неделю. Это для памяти, которая у меня очень сильно страдает. И вот такие мультивитамины. Утром мы пьем витаминку, а вечером мы пьем минералку. Это комплекс на 3 месяца. Очень удобно. Я очень люблю мультивитамины. Также я добавила себе вот такой коллаген. Я планировала пить сейчас снова в августе, с 1 августа коллаген от Ботель. Эти баночки, которые мне помогли. Был первый коллаген, от которого я увидела реальный эффект. У меня просто перестали болеть сосуды, ой, суставы. Но я его отдала маме. У мамы там очень сильно болит рука. У нее проблемы со связками, с мышцами что-то там случилось. Хроническое перенапряжение. Короче, я не помню точные слова. Но у нее все очень болит. Все, вот так вот все болит очень. Она даже спать не может. Уже и днем невозможно. Я отдала ей коллаген в надежде, что он ей поможет. И вот этот мой бальзам-помощник для суставов, которым я мазала, он тоже помогает. В общем, я очень надеюсь, что маме это все поможет. Хотя бы в половину облегчит состояние ее. А сама вот начала вот это пить. Это японский коллаген. Вроде хороший, но посмотрим. Потому что на самом деле, пока был только один коллаген, от которого я их делала только. Хотя бы я их уже 3-4 года. Думала, не буду об этом говорить, но, наверное, уже можно. Просто так быстренько уточил. Почему я такая? Может, вы даже не заметили, что я какая-то не такая. Вчера мы узнали, вчера у папы был день рождения. И мы узнали, что погиб Мартанин, бывший муж, отец и ее сын. То есть просто ребенок остался без отца. Ну, хоть и Таня с ним развелась, и мне он так никто. Он просто отец моего племянника. Это, конечно, очень большое эмоциональное потрясение. Я два дня, зная это, я просто... Ну, эмоциональное потрясение вызывает очень сильный физический... У меня физический дисбаланс. То есть мы сил нет. Мысли спутываются, сознание тоже какое-то спутанное. Мне, наверное... Ну, я хочу купить... Пойти кустарнюю кавалерьянку себе. Потому что у меня безразличие как раз закончилось. Очень, кстати. И... В первый день у меня был шок, когда мы все вместе там были у родителей. А вчера уже я плакала, может быть. Вот, так что, ну, конечно, я-то уж точно это переживу. Ну, Таня вчера сказала Ратибору, сыну. Ну, ну, сначала говорила, что потом, потом. Но я понимаю, ей нужно было самой сначала понять, как это сделать, как сказать, как... Ну... Страшно, как он отреагирует. Ну, вчера сказала. Ну, говорит, Ратибор держится, но... Ну, это же... Наверное, не по-моему еще себе. Так что... Ну, жизнь продолжается. Еще хочу сейчас вот эту свою сумку попробовать почистить очистителем. Вот тем же. Вот тут у меня половина. Я так усердно очистила свои кроссовки. Она грязная, но она салфетками не отмывается. Салфетками не отмывается. И чем-то я тоже пыталась. И, в общем, она не отмылась. Сейчас хочу попробовать именно этой штукой. Если не отмоется, я не знаю, имеет ли смысл ее красить краской для обуви. Потому что сумка всегда соприкасается с одеждой и будет марать мне одежду. В общем, пробую. Извините за мою ногу. Мне просто так удобно стоять. Нанесу и возьму губку, как в тот раз. И разотрубкой. И волосы, конечно. Если это стерлась именно краска, тут уже сумки, тут, наверное, ничего не поделаешь. Сейчас проверим, короче. Сюда хочу еще. Конечно же, стало чище, но вот это так и не отмылось. Да, это стерлась краска. Я не буду ее красить краской не буду. Потому что трется об одежду, да. Одно дело, когда обувь ты красишь краской, обувь об одежду тебе не трется в основном. Если только это не длинные брюки, да и вообще. А сумка-то она все время. Я вот ношу вот так. Потому что так легче всего. Руки свободны. И она будет обтираться. Так что оставляем так в целом почище и слава богу. А то была прям грязная. Сзади меня вон там девушка с собакой. Так встану. Которая тоже не может спокойно идти по дороге. Она собирает всех лягушек и в траву их пересылает. Переправляет. Вот она уже минут десять и проходит один метр. Потому что очень много лягушек. Чем и я занималась в прошлые годы. Сейчас я как-то иду, мысли другим заняты, не вижу. на нее внимание обратила и улыбнулась. Я сегодня сварила супчик. Это с лапшой на мясном бульоне. Потом перловка. Я не знаю, будет кто-нибудь кроме меня ее есть или нет. мясо и мясо на пару. Больше мне ой, а что это? Классно, прикиньте, я его приготовила прямо в пленочке. Ну, все объясняется моим состоянием. Все-таки сегодня я поняла, что я не в состоянии провести стандартное занятие йоги, поэтому я сделаю некоторые упражнения, которые просто лежа. Можешь выходить, Артем. Просто лежа на коврике, а потом еще позанимаюсь на роли. Самое легкое, что можно, потому что тело-то не сдается. Буду переменно вытягивать правую руку, левую ногу и потом менять. левую левую и вытягиваются Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 не знаю куда надо короче полностью втираем и я вот такой массаж каждого пальца делаю также в зависимости от проблемы ваши да ну то есть секунд 30 хотя бы стоит делать и у меня тогда в прошлый раз ногти стали отрастать сразу прирастая то есть прям вот в это место где мне надо чтобы прирастала я прям вот так вот в общем чем тщательнее вы будете делать массаж тем лучше она у вас сработает единственное что он желтенькой почему я делаю только на ночь потому что вы можете проснуться вокруг ногти будет желтая но это очень легко смывается водой можно и утром сделать потом походить какое-то время руки потом помыть и все то есть никаких проблем в этом нет пахнет она слегка медицинскими какими-то препаратами в общем вот этим образом я сейчас обработаю пальчики все не только те которые у меня повредились и лягу спать по моему еще какой-то восстанавливающий компонент есть который укрепляет ногти ну вот у меня вот прям так кажется в общем когда у меня несколько лет назад лет 7 была такая ситуация тоже нихолизис ногти отслоились почти на каждом ногте я не знала об этом средстве я покупала в аптеке средства от грибка хотя это был не грибок да все равно в таких случаях такие средства компании все равно помогают чтобы не развился там грибок и у меня месяцев 7 останавливались ногти то есть они отрастали не прирастая мне потом заново приходилось их спиливать отрезать и заново опять этими средствами очень долго ну очень долго а потом когда у меня вот года два назад такое случилось я купила вот это средство ну кстати вообще было тогда очень дешевое и думаю что она сейчас не очень дорогое это у меня просто я не сейчас его купила тогда два года назад в общем быстро за месяц все остановилось в кровати в кровати на буду это делать спокойной ночи наверное лук не закончен встретимся мне нужна вода не тебе нужна вода это самая вкусная жидкость на свете вода кстати бывает разная на вкус кто пьют воду вы меня понимаете я сейчас немножко задыхаюсь потому что я пробежала пять минут я вчера вечером начала смотреть но уже спать захотела не стала досматривать сегодня утром досматривала прямой эфир веры красивый но я уже в записи смотрела эта девушка которую который есть собственная методика омоложения туда входят массаж и туда входит работа с телом кости психологии там кто за это платит она там еще психологические моменты дает я естественно я никогда ни за что не платила но что хочу сказать это она меня смотивировала сейчас пойти побегать а потому что две давно это знаю понимаете но потом раз чего-нибудь видео посмотришь приходит в голову мотивация ты идешь это делаешь хотя теоретически я это знаю что особенно после 40 у нас мышечная масса начинает заменяться на жировую и нам обязательно физическая активность причем нам нужны именно даже физические нагрузки и кардио нам нужны и физические нагрузки в связи с тем что я работаю я кардио уже не делаю как бы я хожу в достаточное количество в день до 10 тысяч шагов у меня есть но это при этом не кардио нагрузка а просто просто ходьба это уже хорошо конечно что даже хотя бы так немножко кардио следует добавить когда-то лет в 35 может быть я почувствовала что у меня аритмия и я тогда начала бегать я тогда пошла в тренажерный зал на бегать на беговую дорожку и мне помогло от аритмии до помогло и сейчас после 40 я тоже когда делаю кардиограмму мне у меня там тоже сбой ритма происходит и я думаю ну по идее мне надо бегать до личная прям чувствую как сердце перестает вот так трепыхаться поэтому я сегодня пошла пробежала пять минут на беговой дорожке сильно заставлять себя не стала я вообще считаю что заставлять себя обязывать себя что-то делать очень регулярно не стоит стоит выбрать допустим как я для себя выбрала что я регулярно делаю это не каждый день потому что когда я работаю я не могу я делаю только йогу все остальное я делала по желанию вот йогу если только ты прям не можешь когда я чувствую что все я не могу тогда я не делаю в других случаях если мне лень я делаю вот вот я считаю что надо так сегодня у меня была мотивация на бег я опять решила что не буду я бегать естественно каждый день и даже каждой своей выходной я бегать не буду но когда почувствую что вот в принципе то силы у меня есть если мне также будет просто лень то надо пробежать пять минут потому что самое главное это начать самое главное в йоге это расстелить коврик самое главное главное в беге допустим в моем случае встать на беговую дорожку у нас дома есть беговая дорожка я не говорю себе что я буду делать там полчаса бега как тоже смотришь допустим девчона которые заниматься спортом 3 километра пять километров, потом десять километров. Нет. Я даже не знаю, сколько я сейчас пробежала. Я бежала пять минут со скоростью восемь километров. Круг, наверное, стадиона я пробежала метров четыреста, все. И то до четырех я бежала прям вообще спокойно, вот после четырех немножечко начало сбиваться дыхание четырех минут. И это нормально. Буду бегать столько, сколько вот я буду чувствовать, да? То есть даже если пять минут я пробежала, это уже хорошо, то ждать себя сильно не надо. Вообще, девочки, нужно себя беречь. В чем вообще мой посыл? Себя беречь. Самый главный человек в семье вашей, это вы. Если вы себя загубите, если вы сдохнете, ну кому будет лучше? Детям вашим точно не будет. Ну можно, ладно, может он там найдет себе новую, но детям-то вашим точно лучше не будет, родителям вашим точно лучше не будет. Так что бережем себя. Мы, я самый главный человек в своей семье, это я. Не будет меня, реально не будет ничего. Мне кажется, вы даже многие тоже, мы когда обсуждаем, что ничего они без нас делать не могут, они ничего без нас делать не могут. Они ничего без нас сделать не могут. Даже посуду в посудомойку загрузить. Ну вот у меня дочка единственная, что молодец, спасибо, я прихожу с работы в чистую квартиру, но пока лето. Сейчас начнется учебный год, все. Мужчины ничего мои не могут. Хотя считать, что это очень просто, это не работа, все за тебя делает техника, но этого не делают. Что-то не их обязанности, дети. Короче, бережем себя. Если вас они не берегут, прием на них всех и заботимся о себе сами. Потому что, опять же, не будет нас, ничего не будет. Заботимся о себе, даже в ущерб своей семье. Лучше вы отдохните, лучше вы выспитесь, чем вы пойдете, уберетесь. Вы потом уберетесь. Когда вы отдохнете, выспитесь, у вас будет нормальное моральное состояние, вы будете здоровы. Самое главное, ваше моральное состояние, вы должны быть самоценны, вы должны быть ценны для самой себя. Тогда другие тоже начнут вас ценить. Что еще сказать? Просто бережем и заботимся о себе. Гуляем, когда есть возможность. Занимаемся собой, своим телом. Каждый день нужно делать что-то для себя. Что вас наполняет? Меня, например, наполняют прогулки. Когда я уже немножечко восстановила свои физические силы. То есть, вчера, допустим, мне нужно было спать. Я утром спала, я днем спала. Ну и, соответственно, я вечером, мы с Игорем пошли уже в 10 часов гулять. Чтобы я в 10 вышла, когда я работаю, да не когда в жизни. Все, мне надо раньше лечь спать. Но так как я вчера отдыхала, сегодня отдыхаю, вот вчера я могла, ну и я выспалась, я могла вечером. Мы с ним пошли и прогулялись по вечернему поселку. Уже сумерки, уже фонарики. Я на самом деле очень люблю, когда вот такая вот сумеречная погода. Горят фонари, и у нас здесь гулять. Это очень красиво, очень спокойно, очень приятно. Вот, и мы погуляли. Вечером уже, соответственно, легли спать. Меня наполняют прогулки. Я, если честно, больше всего люблю гулять одна. Но так как мы с мужем мало времени проводим, поэтому хорошо было бы взять и сделать такой традиции, когда у меня два выходных. Вот в первый выходной вот так хотя бы вечером с ним гулять. Ему тоже понравилось. Но в целом мне нужно даже одиночество, прогулки наедине. Когда я сама с собой, когда я могу идти в том темпе, в котором мне нужно. Когда я могу выйти в то время, в которое мне надо. Я могу остановиться там, где я хочу. Пойти туда, куда я хочу. Делать то, что я хочу. Мне вот это очень важно. Мои мысли свободны. Моё тело свободно. Я предоставлена сама себе. Я реально наслаждаюсь. Я этим наполняюсь. Природа. Природа меня очень сильно наполняет. Вот. Но это уже после того, как я, допустим, выспалась и восстановила немножечко свои физические силы. Поэтому это очень важно. Сделать что-то для себя. Массаж. Заниматься йогой. Я, вы, может быть, замечаете, как я достаточно часто говорю, у меня не убрано. Ну и что? Сначала я позанимаюсь собой. Это правильная позиция. Сначала вы, потом всё остальное. Вы всё сделаете. Даже если что-то сегодня не успеете, неважно. Потом сделать. Самое главное — ваше состояние и ваше самочувствие. Так что наполняем себя, в первую очередь, физическими и духовными силами. И тогда со временем люди начнут по-другому на вас смотреть и понимать, что да, вы на самом деле великая ценность. К вам надо по-другому относиться. Хочется быть с вами рядом. Хочется с вами общаться. Получать от вас тоже заряд энергии. Они тоже начнут меняться. Мы не можем изменить мир. Мы можем измениться сами. И тогда окружение наше тоже начнет меняться. Всем добра.